Вот такой ароматный у меня получился суп гороховый на курином бульоне. Курочка здесь, прям мясо тает. Картошка вся отлично проварилась. Горошек зеленый, такой красивый. Пахнет обалденно. Сейчас я буду своих домашних мужей и детей кормить этим супом. Очень все быстро, очень все здорово получается, очень вкусно. Всем приятного просмотра видео с тем, как я готовила такой супчик. Всем хорошего настроения. Ну вот мы и добрались с вами до приготовления еще одного блюда из курицы. Я брала опять целую курицу, разделывала ее. Грудь куриная пустила на приготовление цыпленка в собственном соку с гречневой кашей. Куриные бедра, крылья и ножки пошли для жарки. И остатки курицы, кости, все как там шея. В общем, все, что у меня не ушло никуда больше, пойдет у меня для приготовления супа. Для супа мне еще понадобится картофель, морковь, лук. Ну, я думаю, что это в основном стандартный набор. Соль, приправы, петрушка сушеная, кто какие приправы любит добавлять. И сегодня это будет суп из замороженного зеленого горошка. Итак, начнем все делать. Делать я буду суп, как обычно, в мультиварке. Мне это быстро, просто и не отнимает практически никакого времени на приготовление. К тому же, я могу, уже показывала однажды, как я готовлю суп, могу загружать все вот эти продукты одновременно. Единственное, зеленый горошек я добавлю чуть позже, чтобы он не развалился. Не развалился и не развалился в супе. Сейчас я начну подготавливать, нарезать. Начну с картошки, так как картошка на воздухе быстро сейчас потемнеет, выделив крахмал. Мне ее нужно быстренько разделать и положить пока в холодную воду, чтобы крахмал не развалился. Нарезать картофель я буду кубиками, кубиками вот такими, все режут, как ему удобней. После чего я эти кубики отправляю в холодную воду, чтобы крахмал на картофеле не потемнел. И картофель пока отставляю. Дальше я приступаю к подготовке морковки, которую я буду натирать на крупной терке. Морковь готова. И теперь нам останется заняться луком. Лук мы будем нарезать мелкими кубиками. Лук также готов, подготовлен мелкими кубиками. Не совсем мелкими, но такими очень удобными. Ну вот все продукты для приготовления горохового куринового супа подготовлены. Картофель. Сам зеленый горошек. Приправы по вкусу. Морковь и лук. Курица. И немного подсолнечного масла для обжарки, пассировки овощей. Можно приступать к приготовлению очень вкусного куриного горохового супа. Суп гороховый, куриный я буду варить сегодня, так как моя любимая мультиварка. Уголение занято. Я буду варить во второй любимой моей мультиварочке Штеба. Так, сначала я буду... Она тоже, кстати, у меня готовит под давлением. Тоже все очень быстро, выходит вкусно. Но вот эту мультиварку я больше всего люблю за то, что она готовит в виде техники Суви. Я уже показывала видео, как я приготавливаю. Так, значит, для начала мы будем пассеровать лук и морковь. Для этого я включила мультиварку на режим жарка. Минут 15 минут включается. В чашу я добавлю... У меня чаша из нержавейки, стальная. Добавлю туда немного масла. Буквально, наверное, 1-2 столовые ложки. Так как у курицы есть, я оставила шкурку, не всю снимала кожицу. Я немного масла добавила. И отправлю туда наш лук и морковь. Буду их обжаривать, пассеровать до такого прозрачно-румяного состояния. Итак, лук с морковкой у меня, я считаю, что достаточно пропрессировали. Не будем их зажаривать до горелого состояния. Не фокусируется на парке. И теперь я туда отправлю все наши куриные запчасти. Вот я куриные части туда отправила. Так вот получается. Выходит, не достаточно много. Уже говорила о мультиварке. Причем, что я не в правильном порядке. Сначала начинаю с пассировки моркови и лука. Приготовление. Блюдо от этого вообще никак не страдает. Получается великолепный картофель. Я промыла от лишнего крахмала. Отправляю его туда же. Горох, соль и приправы я уже потом буду добавлять. Сначала у меня будет готовиться вот так. Вариться курица, картофель, рис, лук, морковь. И только потом, когда у меня это приготовится, я добавлю горох и приправы с солью. Потому что гороху достаточно 5 минут будет. Я добавила в чашу мультиварки достаточное количество воды. Вот так у меня получилось. Супы... У меня всегда получаются супы очень достаточно густые. Они, конечно, мои ругаются, говорят, пустовато. Но вы знаете, когда они начинают наливать супы в тарелки, если суп не наваристый, то в самом конце остается, как правило, целая тарелка бульона. То есть, все-таки, как бы они не хотели, они себе наливают погуще. Поэтому, как я готовила, так я и буду дальше готовить. Ну вот, все. Теперь я сейчас все это закрываю крышкой. Крышкой закрываю клапан, чтобы воздух не выходил, чтобы давление набиралось. И включаю на режим суп. Я думаю, что, наверное, так как у меня будет еще потом с горохом вариться, я минут на 15 включу. Этого будет... Давайте, пусть будет 20. Этого будет достаточно, чтобы свалилась и картошка, и курица. У меня здесь 7 бар. То есть, не совсем разбираюсь. И нажму на старт. Все. Сейчас пока что давление не горит на мультиварке. До тех пор, пока вода холодная не закипит. Потом, при закипании воды, мультиварке начинает нарастать давление. И уже тогда высвечивается давление. И идет обратный отсчет времени уже для приготовления блюда. Прошли 20 минут. Мультиварка пропищала, перестала готовить. Вот я потихоньку стравливаю из нее пар. Так как воды слишком много было, вот она так очень бурно. Ну, что я сделаю сейчас? Я, чтобы не разбрызгивалось, прикрою вискозные салфеточки и аккуратно спущу травливый фар. Мне нужен еще кипящий бульон. М-м-м, запах от предстраняется в салфеточки. Напоминаю, мультиварки у меня все работают под давлением. И пока там готовятся бульоны, запахи не просачиваются. А сейчас запах по всей кухонной площади. Да, я думаю, по всей квартире уже, наверное. Итак, я отправлю пар. И мне останется добавить курино-картофельно-морковно-луковую. Отправить горошек, приправы и немного соли. Все, пар заканчивается. Отправливается. Крышка, как мы видим, пока пар не вышел. Так же, как и в моей другой мультиварке. Не открывается. Там вот клапан есть. Он пока не утонет сейчас. Открыть. Вот, все, он пошел. Крышку я сейчас сниму. Переставлю горох с приправами в другое место. Потому что крышку снять нужно... У меня поверхность у стола из нержавейки. Вот, смотрите, что получилось. Получилось очень вкусненько, наверное, уже. Ну, говорю, я пробовать это не могу. Я не ем ни картофель, ни бульоны. Ну, картофель у нас сварился. Все. Ну, сейчас еще с луком, с горохом проварится. Итак, я сейчас одной рукой неудобно. Я отключусь и пересыплю, переложу весь горох в кастрюлю, чтобы не ошпариться. Горох я весь отправила. Смотрите, как красиво. Горошек зелененький такой. Ну, еще, конечно, не размороженный до конца был. Красавый. Вот такой по густоте, а достаточно густой суп. Наваристый получился. Курочка жирненькая была. Овощи я еще и на небольшом количестве масла пассеровала. Итак, я отправляю приправы. И буквально одну... Я не знаю, я солю. Я всегда очень мало. Я боюсь пересолить. А так как я не пробую, соли я кладу всегда совсем-совсем малость. Столовую ложку, наверное. Ой, я даже не знаю, вот сколько соли сыпать. Сыну мне никогда не досаливают, когда ест. Независимо от того, сколько я положила соли в блюдо. То есть он, наверное, дело привычки. Дочь с мужем досаливают иногда. Ну, вот не знаю. Сейчас можно мужу попробовать на соль. И уже посолю так, как им нравится. Довели мы количество соли до полутора столовых ложек без верха. Ой, не знаю, муж все равно сказал, немного недосоленое. Ну, я думаю, что лучше досолить в тарелке, чем пересолить все количество. Я обратно водополирую крысу, закрываю клапан и добавляю еще будет достаточно 10 минут для приготовления уже до конца супа с горохом, приправами и солью. Все, буду ждать. Все, мультиварка у меня свое доработала. Я ее оставляла, чтобы пар сам у нее справился. Я открываю крышку. И что у нас тут такое? Ммм, какой вкусный, ароматный супчик. Так, горохово, куриный. Курочка вся сварилась. Даже мясо уже от костей просто отходит. Картошечка проварилась. Смотрите, курица прям разломилась сейчас. Прям мясо нежное-нежное. Вот так берет и разламывается. Картошка, при всем том, что сварилась, она не разварилась. И горошек остался красивый, зелененький. Очень красиво, вкусно. Всем приятного аппетита. И всем пока-пока. Продолжение следует...